всем привет и добро пожаловать на мою кухню где мы готовим все вкусное и полезное и сегодня дорогие мои мы с вами будем печь блины блины которые без муки и без сахара и они очень очень вкусные маслица скоро и мы будем кушать все блины ну что приступаем для наших блинов у нас 60 грамм это две столовые ложки соевой муки 1 столовая ложка это 30 грамм соевого изолята у нас одна столовая ложка муки из кокоса которая сама сделала в кофемолке также 1 ложка муки из семени льна тоже все с кофемолочки 100 миллилитров молока и 4 маленьких яйца ну и немножечко соли буквально на кончике ложечки и ванилин теперь приступаем к нашему тесту сейчас мы просто-напросто все эти ингредиенты смешаем так яйца взобьем с мукой давайте возьмем изолят соевую муку так кокосовую муку и муку из семени льна теперь добавляем соль и ванилин и остается у нас просто-напросто добавить молоко которое буду постепенно вливать я пошумлю у нас получается маха так вот такая у нас получается масса и сейчас я постепенно волью наше молоко и немножко уберу здесь крошечку так и вливаю молоко постепенно взбиваю взбиваю еще видите да какая получается у нас масса тесто вот и все вот что у нас получилось такое желтенькое тесто которое мы сейчас будем с вами печь из него будем мы блины я включаю нашу плиту на сейчас на девяточку наверно так вот пусть она быстренько подогреется я пока уже маслица налила значит смотрите консистенция теста вот такая да и здесь хватит нам этого теста на где-то 6-7 блинов то есть мне больше не нужно печь сегодня и для двоих человек будет прекрасно и все хватит в общем все так просто и легко и мы заменили обыкновенную муку на протеиновую муку и поэтому можно кушать совершенно без зазрения совести можно также добавить немного масла и в тесто для того чтобы ваши блинчики не пригора не ну и даже не то что не пригорали они будут меньше занимать масло как бы у вас просить масло меньше на сковородке поэтому можно и добавить само тесто ну вот моя сковородка уже разогрелась она на 15 было сейчас я убавлю до 9 так так вот и делаем первый блин так вот все как обычно он растекается у нас по сковородочке я люблю блины чтобы они были тонкие вот и наш первый блин печется такие блины можно делать с любой начинкой они очень эластичны сейчас когда он немножечко под подрумянится я вам покажу в него очень легко заворачивать любую начинку можете сделать капусту какую-нибудь тушеную или жареную с с яйцом и с луком до завернуть туда как начиночку можете сделать творожную начинку в следующем видео обязательно вам запишу для вас запишу такое видео где я делаю творожную начинку она очень вкусная и без сахара и очень будет полезненько и можно будет кушать можно также и мясо завернуть сюда как вам угодно фантазируйте и делайте эти блины с какой начинкой вы больше всего любите главное чтобы все было вкусно красиво ну и полезно вот наш блин уже подрумянивается сейчас еще чуть-чуточку и мы его перевернем так может пупа при немножечко прибавим температуру так сейчас давай дорогой вот он уже готов немножко даже так вот такой вот у нас получается блинчик пахнет очень вкусно потому что у нас кокосовая мука мука добавлено и пахнет он так вкусно как кокосом все пару минуток и он уже готов теперь отпускать извините я тут как всегда шумлю так делаем 2 блин так вот немножко можно еще добавить чуточку так тесто вот такой он получается красивый все по так и ждем пока он подрумянится этот но пока поправим вот такие дела так что можно кушать вкусно красиво и не набирать каких-то килограмм лишних и при всем при этом кушать с удовольствием главное что как всегда говорю поменять заменить какие-то продукты на более полезный и все и прекрасно вы будете жить и чувствовать себя не обделенными вот у нас 2 блин уже получился видите какой красивый заметьте во второй блин на сковородку я не добавляла уже масло потому что масло я добавила в само тесто и видите ничего не пригорает и прекрасно себя блинчик чувствует он хорошо отскакивает от сковородочки так и начинаем делать наш третий блин просто как пример я не буду все жарить не буду занимать все ваше время но как пример вы посмотрите как она хорошо растекается это тесто и как она все великолепно у нас получается вот так вот так что дорогие друзья все очень просто и на масленицу вы обязательно будете кушать с удовольствием наши всеми любимые блины и кушайте вкусно красиво наслаждайтесь жизнью и как всегда помните о том что мы едим чтобы жить они живем чтобы есть так что сейчас я переверну этот еще один блинчик и мы с вами попрощаемся всех вам благ подписывайтесь на мой канал с вами была любящая вас виктория андерсон до новых встреч пока